МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство людей пытаются достичь идеального тела разными путями. Кто-то часами занимается изнурительно в спортзалах, пытаясь достичь идеальных форм. Леша, не увлекайся. Кто-то сидит на изнурительных и порой очень сомнительных диетах, которые не всегда помогают. Ну а кто-то считает, что использование волшебных тюбиков может приблизить их к стандартам красоты. Ну а что, если просто полюбить себя такой, какая ты есть, и сказать «Мое тело – мое дело»? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сара Джессика Паркер, Леди Гага, Шакира, Ким Кардашьян, ну и Дарья Анкехова, если на то пошло, всем ростом чуть ниже 160 сантиметров. Но это еще раз доказывает, что для достижения высоких целей не обязателен высокий рост. И моя первая миниатюрная героиня – яркое тому подтверждение, ведь она достигает все поставленные цели. Наташенька, приветствую! Здравствуй, Дашенька, очень рада тебя видеть. Наталья Амбройсева, 34 года, индивидуальный предприниматель, который точно знает толк в продажах. Любит путешествовать и заниматься спортом. Ее смело можно назвать успешной девушкой. Наталья умеет мотивировать и вдохновлять. После общения с ней вы рискуете стать лучше. Ой, какая красавица! Ну давай перед тем, как болтать начнем, измеримся ростом. Мой рост 156 сантиметров. Ну-ка? А у мой 158. Я выше на 2 сантиметра. Ну бывает. Бывает. У меня прям комплекс маленького роста пропал сразу. Кстати, у меня комплекса по поводу своего роста вообще нет, никогда не было. Я не думаю, что девушка должна быть маленькой, и это что-то страшное. То есть мы среднестатистического роста, я считаю. У нас в Якутии девушки не все высокие, и маленький рост – это вообще никогда не проблема. То есть ни разу тебя не назвали коротышкой? Вообще ни разу. Хорошо. А в подростковом возрасте ты не одевала вот такую платформу? А у меня были такие ботинки? Или вот такие шпильки, дабы в клубе быть повыше и как-то выпрыгнуть? Я думаю, что это просто дань моди была, да, мы носили вот такие платформы, были огромные платформы. Единственное, что меня всегда смущало – это мой маленький размер ноги. У меня 33-й размер ноги, я носила 36-й размер платформы. Там было миллион носков, было просто ужасно. Неудобно, некомфортно, но я была на стиле, можно так сказать. Вот, ну а смотри, я, например, вспоминаю, у меня был такой однажды случай, когда в общественном транспорте, ну просто не дотягиваешься вот до того поручня. Я тебе могу сказать лайфхак, можно встать вперед и держаться за поручень спереди. То есть в автобусах ты едешь впереди обычно, да, в начале автобуса? Да, я обычно сижу всегда практически. Отлично. Ну, значит, комплексов по поводу маленького роста не было. Нет. А вот скажи, может быть, все-таки что-то как-то тебя не устраивало вот в своей внешности? Были ли такие моменты? Ну да, бывает, конечно, то есть, например, возможно, лишний вес, это бывает такое, да. Но это сейчас, наверное. Но это вещи, с которыми ты можешь побороться спокойно. То есть если тебе не устраивает твой лишний вес, иди в спортзал. Если тебе не устраивает что-то, то практически все возможно изменить в лучшую сторону, я считаю. Наташа, а вот есть же такое, поверье, типа маленькие женщины созданы для любви. С этим полностью согласна. Действительно? Конечно. То есть большие женщины, они для работы, да? Для работы, да, да. А мы для любви. Ты не будешь оспаривать это? Вообще ни разу. Так интересно, скоро у меня будут такие дамочки, которые раньше были пышных форм. И они, кстати говоря, тоже считают, что они созданы для любви. Все женщины созданы для любви на самом деле. Вот, правильно. И маленькие, и большие, но маленькие в особенности. Отлично. У миниатюрных девушек всегда хочется носить на руках. Сколько я слышу, что вот спрашивают, какой у тебя рост, вся шесть. Я бы тебя всегда на руках носила, я такая, ну, окей. Носи. Носите, пожалуйста. Я не против, да? Наташа, ну вот скажи, все-таки у тебя специфика работы, это вот работать на людях, да, умение себя преподнести, и, конечно же, красиво и четко, и грамотно говорить. Вот, где ты обучалась этому, или, возможно, для тебя кто-то был вот эталоном и примером? Нигде не обучалась. Я не могу сказать, что я очень красиво говорю, тем более у меня еще дефект речи, если вы заметили, я не выговариваю букву «Р». Меня это совершенно не смущает, я никогда не смущала, и когда вот сейчас меня люди спрашивают, «Почему бы тебе не сходить к логопеду?» Я подумала, зачем мне ходить к логопеду, например, да? То есть это все приходит с опытом, говорить, быть открытым этому миру, я не думаю, что это какая-то проблема. Мне кажется странным такие вопросы взрослому человеку, почему ты не избавишься от этой своей изюминки. Для меня это странно, услышать такие вопросы, но, тем не менее, вообще не задавалась таким вопросом, не ставила себе цель избавиться от данного дефекта речи. Ну, отлично. Ну, вот такой вопрос. Делала ли ты когда-нибудь себе что-то из пластических операций или процедур каких-то косметологических, ну, допустим, что-то себе вкалывала? Все-таки 21 век, мне кажется, сейчас каждая, ну, пусть 10-я пробовала. Я думаю, что регулярные походы к косметологу, регулярные определенные процедуры делают и поддерживают твою молодость и красоту. И я пользуюсь определенными процедурами. Всегда я хожу к косметологу и всем рекомендую, чем раньше вы начнете ухаживать за своей кожей, чем раньше вы начнете любить себя. То есть у нас в Якутии вообще очень много женщин, которые себя совершенно не любят, не воспринимают такими, какие они есть. И это большая проблема на самом деле. Но, вот как я уже выше говорила, все можно исправить. Ну, вот ты говорила о том, что для тебя сейчас немножечко есть такая актуальная тема для тебя проблемная. Это лишний вес, да? Ты ходишь в спортзал и с этим борешься, правильно? Да, я себе всегда цель ставлю, то есть хочу похудеть на энное количество килограмм. А вот идеальный вес для твоего тела, как ты считаешь? 42. 42 килограмма. Сейчас я вешу 44. Эти 2 килограмма очень-очень тяжело мне даются. Сейчас, тем более после отпуска, на расслабоне немножечко, в расслабленном состоянии. И вот сейчас, вот завтра я точно иду в спортзал. Спортзалы регулярно посещаю от 3 до 5 раз в неделю. Ничего себе. Да, я занимаюсь бегом. В 7.30 я хожу в спортзал каждое утро. 3 или 5 раз в неделю. С ума сойти, молодчинка. А вот что касаемо диет. Сидишь ли ты на диетах? Вот, честно, я скажу, пару раз пробовала. Не получается у меня вообще никак. Не могу я пить кефир целыми днями. Не могу я есть гречку 3 дня в неделю. Вот не могу и все. Все равно пойду и в 10 вечера съем гамбургер. Все, о чем ты сказала, это вообще, ну, есть питание сбалансированное. То есть не обязательно пить кефир каждый день, не обязательно есть гречку каждый день. Но если ты придержишься своего колоража, как это сейчас по-модному говорят, да, ты вполне можешь придерживаться. То есть 70% это то, чем ты питаешься. А считаешь ли ты, что те стандарты 90-60 на 90, они актуальны и сейчас? Нет, я думаю, что самое главное это любить себя такой, какая ты есть. Но если тебе что-то не устраивает, можно исправить. Вот как раз я об этом все время говорю. Но 90-60-90 это стандарт, который нам навязала высокая мода. Но не обязательно быть ею. То есть если тебе де-факто по генетике ты не такая худая, высокая, ну что теперь делать? Надо жить, принимать себя такой, какая ты есть. Мы идем в гости к Марике Амосовой. Художницы, блогеры и очень интересные девушки. Давайте же посмотрим, что у нее есть в гардеробе. Привет! Привет, Бима. Я так рада, что ты пришла ко мне в гости. Хочу, чтобы ты разобрала мой гардероб. Окей, круто! Один из самых интересных для меня вопросов. Я знаю, что ты очень много путешествуешь. И думаю, что твои путешествия, конечно же, влияют на твой гардероб. Расскажи об этом, пожалуйста, подробнее. Покупаю вещи оттуда как можно больше, больше разнообразных, ярких каких-то вещей, национальных вещей. Я очень редко покупаю вещи в Якутске. Это прям редкость. Но если что-то мне понравится, то я обязательно их скомбинирую. И вот недавно свою куртку, которой исполнилось 10 лет, мне так расставаться с ней прям не хочется. Ну да, ты хочешь и красиво стареется. Поэтому я купила вышибку и прям приклеила, и она зажила новой жизнью. Пойдем, посмотрим. Мне стало очень интересно. И, конечно же, нужно быстрее, быстрее посмотреть. А надеюсь, ты как стилисту позволишь лица в своем гардеробе. С большим удовольствием и хочу познакомить с базовыми вещами, которые сейчас мне очень нравятся. То есть это вещи, которые ты носишь каждый день, да? Стараюсь. Я вижу ту самую куртку, которой 10 лет и которую ты апгрейдила. Да. Вы можете спасти свою куртку таким образом, свою любимую, и не отказываться от нее. Очень классно. Вообще вариант идеальный. Так, я хочу еще узнать, что же это такое. Та была куплена в Соединенных Штатах Америка. Это самая-самая знаменитая команда. Называется Golden State Various в переводе «Золотые мосты героев». Ее можно носить не только с картинами, которые предусмотрены, но также можно носить с брюками. Особенности широкие белые брюки будут очень хорошо смотреться. Что это за халатики такие интересные? Думаю, очень в тренде такие вот... Animal print, да? Да, принты. Я советую добавлять такие вещи понемножку. Это могут быть туфли, могут быть сумочки, ремень и футболки. Такие вещи, безусловно, они придают уверенность в себе. И для того, чтобы все вещи у тебя были видны, не стоит вешать их друг на друга. Мне нравится этот халат. Он очень интересный. Он на грани японского стиля какого-то и такого-то современности. То есть белая майка, обычные джинсы, кроссы и все будет хорошо. Конечно, круто, что у тебя есть брючный костюм. Брюки, да, высокие, хорошо сидят по росту. Все отлично. Обратите внимание, если будете смотреть костюмы на такие карманы. Ну что же, надо найти же что-то, что-то, что тебе совсем не подходит. И я, кажется, нашла. Так, это... Это не твое. Но ведь мы бы встретились два года тому назад, ты бы говорила, что это мое. Возможно, два года назад ты была немножко другая, внутренне. И поэтому, например, все-таки вещи, ты посмотри сейчас, какой у тебя гардероб. И эта вещь немножко очень сильно, причем, вынимается. Отказываемся. Отказываемся. Давно хотела отказаться. Выбросим ее. Спасибо, ребята, что вы смотрели. Обязательно дальше смотрите. У нас очень интересная рубрика. И будем дальше разбирать гардеробы все вместе. Пока. Ну, помимо того, что ты ходишь в спортзал, как еще ты себя вот настраиваешь на вот это позитивное восприятие своего тела и себя любимой? Не знаю, даже это... Я, наверное, просыпаюсь и каждое утро благодарю, что я здорова, что у меня все есть, что у меня все хорошо, что этот день никогда не повторится. Если ты каждый день об этом говоришь, то действительно так и будет. То есть ты пытаешься каждый день максимально позитивно прожить, какие-то интересные вещи делать и вкладывать в окружающий мир какой-то позитив, добро и оптимизм. Вот смотрю на твое лицо, прям идеально гладкая кожа, практически отсутствие морщин. Вот прям хочется аж под лупой разглядеть тебя, да? Это все, что... Что это? Откуда такой эффект вот такой гладкой, подтянутой кожи? Помимо того, что я хожу в спортзал регулярно, да, помимо того, что я хожу к косметологу, я очень тщательно ухаживаю за собой дома. То есть у меня многоступенчатый этап снятия макияжа, то есть вообще косметикой я практически не пользуюсь, правда, сегодня в эфир, конечно, воспользовалась. Каждое утро я делаю и каждый вечер занимаюсь фейсбилдингом. Это гимнастика для лица, которая помогает тебе расслабить все твои мышцы лица, особенно все женщины, которые работают напряженные. У нас немножко вот здесь складки, вот здесь складки, там складки. И если регулярно этим заниматься, то лицо очень сильно подтягивается. То есть я могу тебе продемонстрировать несколько упражнений. Ну что, приступаем к упражнениям по фейсбилдингу от нашей Натальи. Что делать-то надо? Села дома, значит, в кресле? Вот ты села, королевишна такая прекрасная, взяла зеркало, вечер. То есть перед тем, как нанести макияж, это немножечко самомассаж, да, ты берешь сыворотку для лица, то есть ты уже пеночкой там все смыла, тататам, тоником нанеслась сыворотку и вот так разглаживающими движениями гладишь себе лобик. Большим пальцем вверх. Двумя большими пальцами, да. Запоминаем, товарищи? Ну, на протяжении нескольких минут. То есть чем дольше ты это делаешь, тем лучше. То есть ты гладишь себя, любимый. Можно приговорить, какая красивая. Ой, я красивая, я прекрасная. Потом берешь следующее упражнение. На четыре пальца и разглаживаешь, да, разглаживаешь себя, гладишь. Все такая хорошая. Все такая красивая, прекрасная, да. Замечательно. Так, потом берем, ты накрашенная, я тоже, да, ну как бы я возьму, покажу тебе и вот так, и такими движениями поглаживаешь. То есть можно вокруг бровей, то есть ты контур бровей очерчиваешь. Вот, на лоб. Я вот всегда практически на лоб работаю, потому что очень много морщить иногда бывает, да. То есть я плохо вижу, и иногда приходят зацесчуриться, и это очень плохо. Я тоже плохо вижу, и складки вот здесь, и складки тут. Что здесь делать? Здесь ты делаешь, ну, восьмерочку. Вот тут, около, вот тут впадинку почувствуй. И вот тут можно восьмерочку чертить, ты чертишь восьмерочку. У нас, конечно же, у девушек подбородок, то есть можно, ну, кто-то так делает. Я обычно глажу, и можно еще вот так, то есть ты локтями на стол упираешься, и... И сидишь, телевизор с ног, открываешь рот. Да. Рот, вот так? Открывай. А. А, О. И вот так делаешь, и потом смещаешь чуть дальше, и дальше, и дальше, и вот так, чуть-чуть вот так, смотри, вот так. Ага. И смотришь город женщин, да? И смотришь город женщин, обязательно на ютуб включаешь, и смотришь, да. И вот так, такими движениями, то есть, ну, вот такие минимальные движения, я вот сложно и не буду показывать, это очень простые, которые ты можешь выполнить, даже лежа в кровати, ты проснулась, можешь... Ты это делаешь каждый день? Я это делаю каждый день, и мне не лень, я делаю это утром и вечером, то есть это гимнастика для лица, которая помогает быть всегда вот такой круглой. И позитивный. Ну, да, ну, позитив твой просто заряжает, и я тут уже готова и фейсбилдингом заняться, и, я не знаю... И бегать по 5 километров, обещай. И в 7.30 утра вставать, бежать... Нет, я не встаю в 7.30, я встаю в 5, я встаю в 6. А ложишься во сколько спать? В 11, либо в 12. И досыпаешься? Да. Молодец. Нет, для этого... Хорошо, ну тогда вот сегодня тема нашего эфира «Мое тело, мое дело». Вот три установки от тебя. Как полюбить свое тело? Вот именно три, только три. Как полюбить свое тело? Да. С благодарностью к нему относиться, ухаживать за ним, то есть пытаться максимально оградить свое тело от всяких невкусностей. Да, я не говорю, что прямо сильно так надо ограждать, то есть можно какой-то день недели чтмелить, то есть разрешить себе есть то, что ты хочешь. И вы должны понимать, что ваше тело вам должно прослужить максимально долго, и для того, чтобы оно прослужило максимально долго, для него нужно максимально вкладываться. Не только финансово, но и психологически, то есть вы должны его любить, воспринимать себя такой, какая вы есть, благодарить свое тело за то, что оно такое есть прекрасное, и максимально его развивать, если есть возможность на это. Ну что, спасибо тебе, дорогая моя. Я вообще зарядила энергием, позитивом. Сейчас мы уходим на короткую паузу, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Интересно, а у титулованных красавиц бывают ли какие-то комплексы по поводу их внешности? Давайте сейчас узнаем. Вот она у нас в студии, титулованная красавица, участница конкурса. Краса России. Анастасия, привет. Анастасия Филиппова, 33 года, руководитель цветочного салона и по совместительству талантливый художник. Участница конкурсов красоты Краса Россия 2007 и Мисс Виртуальная Якутия 2008. Стремится создавать новое и прекрасное, то, что меняет не только ее, но и мир вокруг, и, конечно, нравится людям. По ее мнению, красота – это обещание счастья. Почему бы женщинам не дарить цветы, тем более вот с такой красивой символизацией красоты Венеры? Вау, спасибо. Так, я думаю, самое время убрать вот это. Заберите, пожалуйста. Запахло цветами, появилась наша Анастасия. Анастасия, ну, сегодня мы говорим про тело и восприятие самой себя, своего тела. И вот скажи, пожалуйста, ты у нас все-таки из мира красоты, да, из индустрии красоты. Всегда ли ты считала себя вот красавицей? Было ли такое, что вот ты в школьное время, в юности, ты была вот во всех конкурсах участвовала, восхищались все тобой, и ты сразу знала, я вот рождена красивой. Нет, конечно, нет, конечно. Никогда такого не было. Я никогда себя не считала какой-то особенной, красивой. Тем более в школьные годы в классе я никогда не была красавицей. Я всегда была умницей, закончила школу медалью, получается. И всегда у меня в классе были девочки какие-то яркие, какие-то вот те девочки, за которыми всегда мальчики ухаживали. А то есть ты была в сторонке, да? Я всегда была в сторонке, я всегда сидела за первой партой, но я всегда делала домашние задания, и, конечно, мальчики ко мне приходили только списывать домашние задания. То есть, как это сейчас говорят, такая, знаешь, ботаником была, да? Да, да, ботаником была, и позже также в университете я тоже самая была ботаником, к сожалению, да. И в какой-то момент после участия в конкурсе красоты я уже поняла вот то, что красота – это очень большая сила. А то есть, ну ты же неспроста так вот была ботаником, ботаником и резко решила покорить подиум. Ну, видимо, в тот момент это стало больше проявляться, потому что начала появляться какая-то вот юность, она стала раскрываться, возможно. И, конечно, приходит какое-то переосмысление, какое-то вот видение себя, и, ну, я думаю, после этого все и началось. Настасья, ну, вот ты покорила подиум, да, ты участвовала во всероссийском конкурсе, это очень большое достижение, да. Мы знаем, что ты стала мисс Гармония в тот год, да. И все-таки на тот момент ты считала, что твое тело, оно уже вот приобрело идеальные формы? Или все-таки даже после получения титула ты думала, что что-то в тебе не то еще? Ой, говорить что-то не то я бы не стала, но, знаете, каждый возраст для женщины, он уникальный. И каждый возраст, он волшебный, я бы сказала, и юность, и зрелость, и, более того, дальше зрелость. Поэтому я и сейчас нахожусь в том возрасте, когда считаю то, что вот и сейчас красиво, и тогда было красиво, и в будущем я буду красива. Вот такая вот установочка, да? Да, такая вот установка, и я думаю, в этом нет ничего плохого, по крайней мере. Ну, то есть, достигнув твоего возраста сегодня, у тебя за всю жизнь не было ни одного комплекса? Довольно высокий рост. Да ты что? То есть, мы только что разговаривали с Натальей о том, что у меня и у нее был комплекс маленького роста, а ты стеснялась своего высока? Да, довольно высокий рост. Я помню, меня не взяли в ансамбль на танцы, к сожалению. Из-за того, что ты высокая? Да, из-за того, что я высокая, и, получается, там девочки должны были быть примерно все одинакового роста, и я сильно выбивалась из этого роста. К тому же, мальчики тоже были одинакового роста, и я тоже сильно выбивалась. И, получается, меня просто как-то тихо-тихо, осторожно-сторожно не взяли, не взяли туда. Это был один из моих комплексов. Кстати, и в классе я тоже была такой высокой среди мальчиков, среди девочек. Я на школьных фотографиях всегда сзади стояла, всегда как-то где-то прижималась, поджималась, чтобы меня меньше было видно. Сейчас, конечно, это моя гордость. Твоя гордость. То есть твой рост – это сейчас твоя гордость. Да, сейчас я это люблю. Ну, громко не говоря, я это люблю. Полюбила свой рост. Да. Вот мы сейчас с тобой сыграем в небольшую игру. Твоя задача – отвечать на вопросы мои. Тут будут такие, ну, интересные, можно сказать, вопросы. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Только очень быстро. Хорошо. Мы засекаем буквально минуту, не думая, Настя. Хорошо. Мы тебя сейчас раскроем со всех сторон. Ну что, готово? Да. Поехали. Считаешь ли ты себя красивой? Да. Хотела ли бы ты иметь другой цвет глаз? Да. Перекрашивалась ли ты когда-нибудь в блондинку? Нет. Считаешь ли ты себя успешной бизнес-мумен? Да. Ешь ли ты по ночам? Да. Дралась ли ты с мальчиками? Нет. Сидишь ли ты на диетах? Нет. Были ли моменты, когда после получения награды ты зазналась? Нет. Считаешь ли ты себя эффектной и сексуальной? Да. Плачешь ли ты от того, когда тебе говорят нелестные комментарии? Нет. Пользуешься ли ты фотошопом? Как и все. Завидуешь ли ты кому-то по внешности? Нет. Были ли у тебя вредные привычки? Да. Стесняешься ли ты комплиментов? Нет. Все. Молодец. Успешно пройдено. Ну и теперь давай разберем самые интересные подробности. Да? Хорошо. Считаешь ли ты себя эффектной и сексуальной? Здесь все-таки ты больше подходишь к этому просто философски? Или воспринимаешься только физиологией? Конечно, я к этому подхожу философски. Потому что все равно сексуальность это некое, как бы, это собирательное. Это не может быть что-то одно, что-то, допустим, там, глубокое декольте или короткое юкете. Это все-таки совокупный образ, это обаяние, это то, как ты себя преподносишь, как ты себя выглядишь. И в то же время это и есть общение. Замечательно. Пользуешься ли ты фотошопом? Вот это, знаешь, такая больная тема. Вот я, например, не умею им пользоваться, потому что если я начну пользоваться, я могу стать, не знаю, почти афроамериканкой кожи, да? Я вот реально не умею им, поэтому я за это категорически, я просто не берусь. Вот ты умеючи пользуешься им, да? Бывает? Ну, как сказать, нет, я не умею пользоваться, допустим, там, фотошопом, каким-то суперредактором, нет, я этого не умею, но мне нравится цветокоррекция, допустим, да? Человек, когда фотографируется, он все равно должен подбирать тот цвет, где эти, не видно того, там, разные дни бывают, когда ты устаешь, да, когда ты ни в духе, ни в форме, и получается, вот, когда ты правильно ставишь свет, все равно вот эти вот следы усталости, они более-менее скрываются. Это хорошо, да, это визуально хорошо. И поскольку я вот художник, я сама рисую картины, для меня эстетическое восприятие человека также важно, как и меня самой, скажем так. Вот, а смотри, а считаешь ли ты, что если все-таки человек не соответствует стандартам, да, над этим нужно работать, прямо работать? То есть, если ты, допустим, чуть больше весишь, да, или, возможно, у тебя высокий рост, там, или маленький рост, нужно носить каблуки, там, или все-таки нужно принять себя такой и, возможно, сделать это своей фишкой? Говорить о стандартах я, наверное, никогда не буду, тем более стараться соответствовать стандартам, это, мне кажется, что-то нечто недостижимое и нежелательное. Каждый человек индивидуальный, он рождается уже индивидуальным, и его задача в этом мире просто раскрыть себя таким, какой он есть. В том числе, если у тебя, там, допустим, лишний вес, который у тебя в голове ты считаешь лишним, или, там, выглядишь не по стандарту, то, я думаю, это в первую очередь надо прийти в гармонию с самим собой. Вот ты, Настасья, у нас все-таки такая прям утонченная, ты правильно говоришь, ты правильно сидишь, да, и мы с тобой увидимся не первый раз, и я всегда восхищалась этим. Вот кто тебя научил вот манером поведения и вот этому самому этикету? Это, наверное, скорее, что-то вот само пришло, можно сказать. То есть у тебя это в повседневной жизни ты всегда такая? Да, более того, я в повседневной жизни даже стараюсь так и одеваться, получается. Ты всегда такая сдержанная прям. Да, я очень люблю платье носить, тупли, каблуки, брючные костюмы, укладку люблю делать, потому что, ну, каждый день для меня праздник. Почему нет? Умничка. Ну, я знаю, что сегодня ты поделишься со мной своими секретами, вот, в плане этикета и поведения. Рассказывай, я готова обучаться. Ну, я не думаю, что тебе много этому надо обучаться. Просто есть просто такие, как бы сказать, правила. Во-первых, выглядеть, соответственно, тому месту, где ты находишься. То есть одежда – это средство нашего выражения, нашей индивидуальности. То есть это не средство для того, чтобы там кричать о себе, да, это не средство для того, чтобы как-то провоцировать о себе. Ты должен просто подчеркнуть то, что в тебе есть, получается, да. Вот первое – это одежда. Второе – это я бы выделила приветствие. Когда мы общаемся, мы можем просто сказать «привет, привет». На самом деле приветствие, оно очень важно, оно очень нужно в том плане, то, что ты показываешь, как ты расположен к человеку. То есть это старт общения, да? Вот как поздороваешься, так и пойдет. Да, грубо говоря, да, да, так. И если ты с человеком знакомишься в первый раз, допустим, в первый раз увиделись, то вот это приветствие нужно, ну, как бы более доброжелательно. Ну, хорошо. Допустим, я здороваюсь с моей начальницей Анной Хаусиной. Вот как я должна с ней поздороваться? Ну, это уже деловой этикет. Это деловое. Я вот не знаю, по-разному у нас бывает. В коридоре на эту встречу прям бегло, обнимают целую. А иногда, ну, когда виновата, я говорю просто «Здравствуйте». С начальством – это всегда сдержанность и доброжелательность в любом случае. С улыбкой на лице. Да, с улыбкой на лице. И вот стандартный «Привет» вы всегда можете заменить каким-нибудь интересным, там, «Здравствуй», «Доброе утро», «Добрый день». Получается, вот как по-другому. С подружками целоваться. Целуешься обязательно. Да, да, с подружками целуюсь. Приветик, моя хорошая. И обнимаюсь, очень люблю обниматься. Хорошо, с мужем как здоровышься? Ой, ну, с мужем отдельная тема. Отдельная тема. Да. Хорошо, а тогда вот вопрос. С мужчиной, который тебе, в принципе, не близок, да, но ты должна его уже расположить сразу. Ну, бывает же такое, да, там, допустим, при знакомстве понравился мужчина тебе, ну, проходит мимо красиво. Что сказать-то? Ну, это как раз-таки второе правило, когда ты поздоровался не только с мужчиной, но и с женщиной. Очень уместно сделать комплимент. Обратить, да, обратить внимание на то, вот, что человек в себе подчеркивал, да. Если это у девушки там очень красивый наряд, ты можешь делать комплимент наряду. Ты делаешь комплименты незнакомым девушкам, если, допустим, видишь, что у нее красивое платье? Какое у вас замечательное платье? Да, обязательно делаю. Интересно, да. Мне это очень нравится, да. А я, наверное, какого-то другого менталитета, ну, даже если я сделаю комплимент, на меня, наверное, посмотрят, скажут, что вообще нормально или нет. Вот в автобусе едешь, ой, какая у вас замечательная курточка, да? Нет, ну, в автобусе я не буду, конечно, к людям приставать с комплиментами, но если это человек, с которым ты уже поздоровался, ты уже знаешь, почему нет, почему не обратить внимание на то, что он хорошо сегодня выглядит, да, очень хороший цвет. Настася, прости, перебью, пока не забыла, вот, а мужчинам незнакомым можно так делать комплимент? Незнакомым я бы не стала. Незнакомым я бы не стала. А то бы я сейчас послушала тебя и сразу после эфира пошла по городу делать комплименты. Хорошо, и следующий твой секрет какой? Так, и манера общения, манера как себя преподнести, это проявление индивидуальности, есть яркие личности, да, вот они, у них всегда все экспрессивно, всегда так импульсивно, чувственно, да, есть более сдержанные, допустим, как в моем случае, и вот это надо уже от себя как-то больше ориентироваться на себя, я бы сказала, не стараться быть ни тем человеком, которым ты не являешься. Все-таки нужно быть собой. Да, быть собой, в любом случае. Отлично. Ну что, спасибо большое тебе, Настенька, что посетила город женщин. Ну, конечно, вот после разговора с тобой я вся такая умиротворенная, вся такая гармоничная. Не зря ведь ты стала мисс гармонии. Мне кажется, это прям вот твой титул, и ты его несешь по жизни. Спасибо большое, город женщин всегда рад видеть тебя. Спасибо. Недавно наткнулась на очень интересный сайт, где провели небольшой соцопрос. Из 100% опрашиваемых женщин, 72% указали, что они недовольны своим телом, но лишь малая доля из них отправляется в спортзал для того, чтобы скорректировать свою фигуру. Интересно, почему? Вау, Даш, привет. А что это вы за темы здесь обсуждаете такие интересные? Женечка. И почему меня здесь нет? Женечка, Некрасова. Евгения Некрасова, 32 года. Профессиональный фитнес-тренер. Смело выкладывает в социальные сети фотографии без макияжа, ретуши и обработки. Уверена в том, что если захотеть, можно добиться идеального для себя результата. Жень, ты в самое время... Я всегда вовремя. В самое время ты подошла, потому что я как раз вот интересовалась, да, вот по статистике. Сколько женщин вообще недовольных своим телом отправляются в спортзал? Маленькая доля. Почему думаешь ты? Во-первых, я считаю, что это великая лень. Это раз, это всевозможные отговорки. Я бы даже, наверное, разделилась здесь по гендерному признаку. Я замужем, мне ничего не надо, меня любят такой. Я против этого. Каждая женщина должна себя любить. Она должна в первую очередь хорошеть и быть лучшей, лучшей версией самой себя. Это мое личное мнение. Женщина должна мотивировать в первую очередь саму себя и становиться лучше для самой себя, а не для кого-то и не для своего мужчины. То есть ты считаешь, что все-таки это лень, да? Ленится идти с женщиной работать на свой спортзал? Да, конечно. А на твоем личном опыте, я просто знаю тебя не первый год, и я знаю, что твоя история вот прям служит ярким примером. Были комплексы, был большой вес, 82 килограмма. Дома называли меня булочкой, прям вот моя любимая булочка, булочка. Чем старше я становилась, тем больше я понимала, что это мой личный комплекс. Это комплекс, который закомплексовал меня на все 100%. Я не могла раскрыться как девочка, как девушка, как личность. Я чувствовала себя закомплексованной. Даже касаясь моего стиля, одежды, да, я носила более скромную, более свободный силуэт икрой. Вот. И в дальнейшем я стала мотивироваться. Стала мотивироваться. Вот тот самый щелчок. Вот, может быть, кто-то обидел тебя, или все-таки ты, может, увидела, не знаю, какую-то идеальную какую-то картинку в журнале и поняла, все, хорош, я должна именно заняться своим телом. Близкие, родные, мама. Как бы там ни звучало, обычно для многих мам это такой пример, эталон. Моя мама именно меня смотивировала, потому что для меня булочка – это сдоба, это дрожжи. Ну я же не булочка, я для себя поняла. Ну я-то могу, я могу, можете вы, вы, ты можешь, он, она, они все могут. Так интересно, да, ласковое слово булочка тебя сподвигло на то, чтобы ты не отказалась от этой булочки. Конечно, я полностью пересмотрела свое питание. Чем старше становясь, уже будучи студенткой в колледже, я стала увлекаться именно фитнесом. Вот. Ну и в дальнейшем решила связать всю свою жизнь именно с фитнес-индустрией. Поэтому я... Жень, а вот смотри, придя в зал, ты же вначале пришла просто как посетитель, да, ты начала работать над собой, да? И вот сколько времени у тебя занял вот этот процесс становления вот идеального тела, когда ты уже перешла в инструкторы? Вот сколько лет ты приводила себя в порядок? Это достаточно долгий, трудоемкий процесс. Начиная с 25 лет, я вот прям конкретно увлеклась этим. Сначала это было питание, потом начались тренировки. Начал вес уходить, не скрываю, начались проблемы со здоровьем. Со здоровьем, потому что нагрузка пошла на позвоночник, и, соответственно, вес был маленький. Опять-таки, это нужно касаться именно спортивной медицины, изучая с другой стороны питание и спортивную медицину. Вот. Я стала более углубленно уходить в тренировки, изучать анатомию, изучать более практические упражнения в зале, к чему, в принципе, меня и сподвигло связать свою жизнь с тренерством. Я заметила свой результат, я поняла, что я могу, значит, может и любой другой. Я смогу смотивировать человека на результат. Ну, и на сегодняшний день ты обладательница, ну, мне кажется, прекрасных форм, шикарных форм. Вот скажи, сегодня твой вес? На данный момент мой вес составляет, ну, опять-таки, анатомически мы все абсолютно разные. Да. Разные росты. При твоем росте? При моем росте 175 я вешаю 66 килограмм. То есть я считаю, что это нормально. И очень важно, уважаемые дамы, пожалуйста, не вставайте на весы слишком часто, каждый день. Ну, это просто вот, это не является вашей мотивацией. Мотивация-то иное. Когда у тебя есть своя гармония, когда ты видишь сочетание своего роста и веса в теле, это вот замечательно, это и есть плюс. То есть нужно выглядеть эстетично. То есть не надо вставать на весы утром, днем и вечером. Нет. Нет. Вот такой секретик от Евгения Карасаевки. Ну что, а сейчас мы немножечко поиграем с Женей Некрасовой, дабы узнать тебя, ну, немножко с другой стороны. Задача простая. Ты продолжаешь мою фразу. Женя, главное правило. Быстро, долго не думая. Будешь же долго думать, пойму, что обманываешь. Готово? Готово. Ну что, я никогда не съем. Картошку жареную. Я могу себе позволить. Мороженое. Самая красивая часть тела у женщин. Смотрите, смотрите. Ягодичная. Самая красивая часть тела у мужчин. Ягодичная. Мне было трудно когда? Приседать. Если я не выспалась. Это плохо. По-моему, очень глупо. Есть роллы, потому что рис и рыба, как это можно совмещать? Я не понимаю. Я совсем не заморачиваюсь по поводу. Сложный вопрос. Никогда не поздно. Начать сначала. Если бы была возможность, я бы изменила. Что? Меня раздражает в людях. Негатив. Мне всегда очень приятно когда? Идут навстречу и улыбаются. Я никогда и ни за что? Не ем лук. Я не знаю, почему с едой все идет. Я верю, что? Светлое будущее. Мне нравятся люди, которые? Искренне открытые и очень с положительной энергией. Я собру, если... Ложь во благо. Мое тело... Мое дело. Та-дам! Отлично, молодец. Ну, немножечко разберем, да, такие... То есть лук не ешь? Я не люблю лук, я даже если где-то ужинаю. И картошку жарене? В ресторане еще нет. Это с какого времени? Или ты всю жизнь ела, да? Ой, мне бы твой пример, а? Ну, не могу без картошки жареной. И я даже... Жень, бывает, даже в 12 ночи проснусь и прям не знаю, хочу картошку. Нет, такого не может быть. Еще и сало порежу, Женя. Честно скажу. Приходи, Даша. Ты к тебе. Хорошо, хорошо. Дальше. Ну, красивая часть у женщин и мужчин, конечно же, ягодичная, да? Да, у тебя есть. Но я обращаю внимание на это, потому что в силу своей деятельности, скорее всего... Среди подружек как-то еще года три назад сидела, и они мне говорят, вот, хочу накачать ягодицы. И они говорят, надо идти к Жене Инкрасовой. И давай мне показывать инстаграм. Самое интересное, что я тогда тебя еще не знала, я думаю, ну, как это так? Это какой-то мастер по накачиванию попы. Ну, вот так я тебя посчитала. Посмотрела и думаю, ничего себе работает. Но ты же на своем примере доказываешь, что это возможно. 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 Так, хорошо. Дальше ты, значит, сказала в людях, какие у тебя хорошие качества, да? Молодец. Тебя раздражает в людях? Что ты сказала? Раздражает в людях? Я же сказала. Негатив. Негатив. Негатив, то есть есть такие люди, которые неприветливые. Я зашла к вам, пришла сюда, здесь есть энергия, здесь очень здорово, ты получаешь положительную энергию, отдаешь свою энергию. Я безумно рада очень вас видеть всех. Мне очень было приятно встретить Дашу, Аню. То есть это своя атмосфера, которая дает положительную энергию. А ты вот, например, сегодня в городе женщин, я тебя немножко узнала с другой стороны. Ты прям такая вся радуешься, прям даришь всем любовь и ласку, хотя в зале-то ты такая суровая стоишь. Работаем, 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 делаем так, поэтому к тебе и не иду. Лучше я с тобой в студии здесь буду вот так радоваться жизни. А там в зале, я представляю, как скажешь мне, отжимайся, делай то. Я сказала, Женя, ну ты же добрая. Это же процесс, это же работа. То есть здесь человек приходит конкретно за своей целью, а я именно тот человек в зале, который поможет достигнуть своей цели и именно разъяснить те моменты, которые непонятны клиенту в тренировочном процессе, так и в питании. Жень, ну я, конечно, не могу тебя отпустить без тех самых физических упражнений. Я вся в твоем распоряжении. Пойдем, покажу тебе упражнения. Я попрошу тебя встать напротив стула. Итак, наша главная задача. Ноги ты должна будешь поставить на ширине плеч. А может я разуюсь? Было бы здорово. Давай. Так, дальше. Ой. Аккуратите. Так, поехали. Итак, ноги ты ставишь на ширине плеч. Но у тебя не такие широкие плечи. Простите, по луже. Вот, отлично. Вот, твоя задача. Руки вытянула вперед. Руки у нас должны быть параллельно твоему плечевому суставу. Замечательно. Ты делаешь приседания аккуратно на стул. Делаешь вдох. На выдохе ты поднимаешься вверх. Плавно отводи горизонтально таз назад. Где стул? Содержение! Да, подожди, я смогу, подожди, все. Я просто его не чувствовала, если он... Вот, это замечательное упражнение. То есть для начала, именно для начинающих почувствовать отведение таза назад. Хорошо. Подъем. Раз. То есть в этом положении у нас с тобой должна всегда быть прямая спина. Ты на вдохе опустилась, на выдохе поднялась вверх. Да, это отличное начало для начинающих. Вот так вот. Здорово. Короче, во время перерыва обеденного я отныне делаю так. Ну все? Здорово. Все, и что? Это теперь ягодицы? Ягодичная, да. Ягодичная квадрицепс бедра. То есть, но это база, это начало для начинающих. Ой, Женя, надо идти к тебе в спортзал все-таки. Обязательно, я буду... Я опять рядом. Я буду видеть, я буду рада. Пока стояла рядом Женя, у меня опять комплекс маленького роста. Ну все. Нет. Все замечательно, это очень гармоничное. Спасибо, Женечка. Удачи тебе в твоей работе. Ну и, конечно же, спасибо тебе за твой вот такой вот пример. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, 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 стоп, мужчина, кто вы, что вы делаете? У нас эфир идет. Я все поняла. Подождите, вы кто? Что здесь происходит? Я поняла, это следующая героиня моя. Ну, конечно, как иначе могла появиться в нашей студии известная шоу-вумен, вот прям вот так мы ее и назовем, шоу-вумен, Наталия Овчарова. Привет, дорогая. Привет, привет. Наталия Овчарова, 29 лет. Юрист, хозяйка ивент-агентства, ведущая мероприятий. Своим главным достижением считает умение сочетать материнство с работой. Любовь к себе – ее сильная сторона. Уверена в том, что стоит признаваться в любви своему отражению. Обожает каждый сантиметр своего тела. А если что-то вдруг не нравится, то с легкостью это исправит. Вот скажи, мы сегодня обсуждали тему «Мое тело – мое дело». Живешь ли ты под этим лозунгом, так сказать, или все-таки у тебя есть какие-то там и недовольства в своей внешности, и обращаешь внимание на комментарии? Вот, поделись своей. Ну, в первую очередь хочу сказать большое спасибо, что пригласили, столько сразу полезностей, приятностей одновременно. Конечно, комплексы есть абсолютно у каждой девушки. Даже если она говорит, нет, у меня все хорошо, все прекрасно, может быть, в какой-то момент что-то становится не так. Чаще всего у меня это происходит в примерочной. Новое мероприятие, новое платье, костюм. И тут «ты-ты-ты-ты-ты» вашего размера нет. Ну, есть швеи, да, конечно, прекрасный салон у нас появляется, именно женская одежда, которую мы уже тоже все знаем, чаще присутствуют они. Сейчас как-то стало с этим получше. Но, в принципе, такого явного комплекса нет, и, может быть, от этого и есть моя проблема. Когда говорят, ой, Наташа... Вот просто я заметила, сейчас все активно говорят о том, что когда видят меня через не экран уже, там, инстаграма, а просто вживую, они говорят, вы похудели? Это, мне кажется, с этого начинается разговор. Думаю, может, люди не знают, о чем поговорить со мной, поэтому вы похудели, вы постройнели. То есть к тебе это, знаешь, такое, это, как сказать, к тебе люди так обращаются, чтобы заинтересовать, да? Ну, видимо, так, потому что так особо я бы не замечала, что вот у меня там объемы ушли, или я... Да, с своего 52-го ушла на 44-й, да, где-то резко, такого нету момента. Ну вот ты ведешь различные мероприятия, да? Ты прям активная, очень позитивная. Твое тело все-таки тебе способствует в твоей карьере? Или все-таки оно немножечко тебя отягощает? Нет. Вообще я чувствую себя 100% комфортно. Мне кажется, самое главное – чувствовать себя комфортно. Вот больше ничего. Если, конечно, есть какие-то комплексы, мы стараемся чаще всего их убрать. Правильно. Так. Если не устраивают ноги, там, все качают ноги. Все сейчас активно качают попу. У меня проблема с животом, но как-то, видимо, с этим проблемой-то уже нету такое, потому что в какой-то момент я себя такая думаю, да, я же такая, все прекрасно. То есть ты нашла свою нишу, где вот себе можешь дать такую возможность, ну, о чем? Да, и мой ребенок, соответственно, тоже. У меня теперь я всегда говорю, хочешь мягкий животик? Он говорит, да, мягкий животик. Отлично. А скажи, пожалуйста, вот, например, ты говоришь, все-таки в примерочной бывают у тебя такие проблемы, да, когда говорят, нет твоего размера, да? Да, конечно, когда нужен новый образ, заказчики, или ты сама знаешь, что тебе нужна какая-то вот определенная одежда, цвет. Бывает, бывает, что хочется что-то новенького, нету, нету. Все говорят, ну, у нас там до 46-го. Ну, Наташ, а скажи, пожалуйста, если бы тебе дали вот возможность, волшебную палочку, там, я не знаю, или скальпель хирурга, да, например, и сказали, что бы ты изменила вот в своем теле? Честно, мне прям не особо нравится, когда я вижу обратный отчет, то есть от фотографов, от видеооператоров, вот второй подбородок. Вот это бы, да. Да, я бы убрала, конечно, я вот знаю, что там Наташа что-то сделала. Да, сегодня мы с Наташей занимались фейсбилдингом как раз по поводу подбородка, так что пересмотри наш эфир. А так у меня есть один из моих клиентов, жених, он отучился на пластического хирурга, и когда видит меня в спортзале, он говорит, зачем, зачем, пройдет буквально пару лет, ты можешь приехать ко мне, говорит, я тебе здесь все, все у тебя вырежу, что хочешь. Отлично. Смотри, ну ты, наверное, сидела на диетах, в любом случае, наверное, прошла, наверное, не одну диету, да? Вот самая сумасшедшая диета, вот прям вот от которой, я не знаю, никакого толка, ничего, только мучения. Было такое? Ну, нет, мучения, вот именно от этой диеты мучения совсем не было. Мама как-то пришла и говорит, Наташа, нужно просто сесть на диету. Берешь тетрадку большой и пишешь, сажусь на диету, и говорит, и когда ты приходишь домой, на работу, куда угодно, берешь тетрадку и садишься на нее. На тетрадь? Да. И говоришь, я села на диету. Я села на диету, все очень просто, с чувством юмора относишься ко всему, да? Да, как бы мы так сидели, результат был минус 100 грамм. Но тоже результат. Тоже результат, почему бы нет? Откуда ты черпаешь вот этот позитив? Вот прям у тебя, если посмотреть твои соцсети, у тебя все время вау, 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 вау. У тебя прям не жизнь, а какое-то прям шоу, конкретное шоу. Ну, неправда. Если читать посты, я обычно там грусть пускаю, тоску, да. А в сторисах я настоящая. В какой-то момент я поняла, что я настоящая. Мне прям нравится с утра, когда отеки, да, все вот это, сейчас все модно, быть естественной. Искренней песни петь. У меня очень много сейчас зеркал. Это очень важно, потому что именно в институте я начала себе самовтушение. Один раз у меня ночевала подружка, она говорит, я утром просыпаюсь, я говорит, понять не могу, что происходит. Я говорю, ты вижу такую картину, ты стоишь в огромном зеркале, рассматриваешь, и говорит, господи, какая я красивая. Ты стоишь перед собой такие установки со студенчества перед зеркалом. Перед зеркалом, и я, правда, наслаждаюсь этим, кайфую, да. Давай, представь, зеркало, это вот камера напротив тебя, ты студентка, и вот что ты тогда говорил о себе? А я буду повторять. Повторять. Ну, главное, конечно, это все стоит делать, рассматривать. Если надо, нужно накраситься. Ну, поначалу у всех разное бывает. Если надо, можно купить какое-то красивое белье, включить музыку. У всех разные настройки. Но я начала, сейчас мне уже не важно, музыка, не музыка, спала я трое суток, не спала. Все, подходишь к зеркалу и прям наслаждаешься собой. Вот все, что тебе в первую очередь нравится. То есть, может быть, это кисти, ногти, выразительные глаза, идеальные брови ты сделал, да, накачал себе губы. Ну, что ты хочешь, что ты говоришь. Я просто подхожу и сразу говорю, я самая красивая. В этот момент вспоминаю всегда фильм старый, да, когда мы самые обаятельные, привлекательные. Я самая красивая, самая зажигательная. И вот в этот момент я пританцовываю. Так, подожди, стоп, теперь моя очередь. Так, зеркало, я стою, музыка. Ну, я не... И я самая красивая, самая... Зажигательная. Зажигательная, самая... Дальше. У меня всегда горят глаза. Горят. Да. Мой блеск, глаз сводит всех с ума. Еще говорю, все мужчины падают, 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 падают. Думаю, где же они? Да, кто падает, тогда вот я хотела сказать. Если я буду говорить так, все падают, 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 я немножечко совру, да? Хорошо, то есть ты вот так стоишь перед зеркалом и себя настраиваешь? Да, я всегда себя настраиваю. Чаще всего сейчас, конечно, иногда я не успеваю именно перед зеркалом, но утром смотрю, так, в машину села, посмотрела. Вот, вот. Включила Инстаграм, у меня сейчас теперь такая штучка там есть, чтобы держать все. Включила самый любимый фильтр. Все равно есть этот фильтр, да? Есть, есть фильтр, потому что, ну, главное, чтобы не было так заметно бабочки, там, звездочки, ну, чтобы просто думали, это, это естественно. Ресницы со стрелками, да? Нет, 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 это тоже не делаю, все как-то вот ушла. И все мне стабильно утром пишут. Так ярко, никто не выглядит с утра. Настолько все естественно, да настолько. Я думаю, просто я потом поделюсь этим фильтром. Да, хорошо. Главное, сверху не подписывать, от кого этот фильтр, он настоящий, красивый, все разглажено. Смотри, ты таким образом заряжаешь многих людей, которые следят за твоими соцсетями, да, и за твоими статусами, думают, ничего себе, если она с утра такая позитивная, много-много говорит, при этом у нее замечательный вид. Можно и мне последовать ее примеру. Обязательно. Ну, все происходит от самого начала до самого конца. Как ты себя увидел с стороны? Цвет волос, брови, да, сейчас вот говорю, ногти, цвет вот туфлей. Вот я обожаю твои желтые туфли. Мне кажется, вот просто туфли. Яркий элемент, красные, сиреневые, зеленые, все, уже настроение другое. Даже если тебе в офисной одежде нужно быть только в черном, да, или в черно-белом, ну, никто не будет смотреть, как у тебя под столом. У меня вот возник такой вопрос. Ну, тебя можно назвать активным блогером, ну, честно, да. А бывает так, что вот, ну, есть такие не очень приятные люди, которые начинают тебе писать, да, может быть, в директ, да, или там как-то комментировать твой новый образ, твое новое, там, я не знаю, платье, или, возможно, выражение лица. Или, возможно, во время мероприятий тебе подходят, там, и говорят какие-то, ну, не очень приятные вещи. Ты реагируешь на них? Отвечаешь, там, пишешь, споришь, или же все воспринимаешь на себя и копишь-копишь в себе. Вот как ты на это реагируешь? В любом случае ты с этим сталкиваешься, ты работаешь. Ну, сейчас, к сожалению, может, к счастью, я не сталкиваюсь с этим. Прошел этот период буквально 3-4 года назад, да, период был очень сильный. Мне кажется, любая девушка все равно принимает на свой счет. Вот, неважно, знакомый это человек, незнакомый, там, третья вода на киселе, ты начинаешь об этом думать, пересматривать. Ну, сейчас... Отпечала, скажи-ка, да. Да, конечно. Прямо ругалась? Ругалась. Ты сам на себя посмотри. То есть это такое было... Ну, сейчас ты, если, допустим, возникнет такая ситуация, представь, например, не дай бог, фу-фу-фу-фу, но, возможно... Я сейчас выложу это все в соцсети. Да? На обсуждение. На обсуждение. Мне кажется, все, кто меня поддерживает, а большинство девушек, они, конечно же, начнут активно писать. Потому что, мне кажется, любая девушка за девушкой горой. Не важно, что там произошло. Сейчас это актуально становится, вот, автомобильные, да, вот какие-то конфликты, казусы. Все, что угодно. Просто молодой человек как-то обидел. Мы настолько становимся сейчас открыты, искренне, что, мне кажется, люди уже боятся писать какие-то плохие именно вещи. Потому что, если человек может себя показать в инстажизне, да, что вот у меня есть второй подбородок, где-то там что-то некомфортно, здесь некомфортно, человек поймет и подумает, да, у меня тоже где-то есть комплексы. А вот для тебя есть ли какой-то стандарт красоты или, возможно, талон красоты? Ну, есть. Но не такой прям, что вот должны быть 90-60-90. Мне кажется, девушка должна быть ухоженная, красивая. Главное, чтобы светились глаза и вот чистейшая улыбка. Ну что ж, вот на такой замечательной фразе мы, наверное, и завершим наш эфир. Ну и последний вопрос. Ты любишь свое тело? Безумно. Страстно, обожаю. И, наверное, бы ничего не изменило, только если бы подтянуло. Отлично. Ну и давай, конечно же, полсамая стори. Давай. Сейчас я тебе покажу. Фильтр, фильтр, фильтр. Да, тот самый фильтр. Вот он. Я потом скину. А мы на передаче. Да-да-да. Даша, давай. Больше страсти. Как страсти? Вот так вот. Только где страсти? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!